Сейчас в регионе в эфире канал АПС. С вами Артемий Заварзин. Здравствуйте. Сегодня на Севмаше выведена из Эллинга и спущена на воду вторая многоцелевая атомная подлодка проекта «Ясень-Казань». Это важное и знаковое событие не только для корабелов Северодвинской военно-морского флота, но и всей страны. Вчера в Архангельске мы завершили работу международного форума «Арктика. Территория диалога». Но диалог надо поддерживать твердым и уверенным голосом. И такой твердый и уверенный голос у нас будет всегда, когда у нас будут такие лодки, когда будут такие результаты работы наших корабелов. Субмарина «Казань» будет проходить службу на Северном и Тихоокеанском флоте. «Мы получили современнейший корабль, современно интегрированной боевой управляющей системой, современными средствами связи, современным ракетно-торпедным комплексом и, конечно же, корабль с пониженной шумностью в сравнении с предыдущим». Заказами корабела «Севмаш» обеспечены на не одно десятилетие. Уже летом этого года будет сдан четвертый корабль класса «Борей» «Князь Владимир». А спуск на воду третьей атомной подводной лодки типа «Ясень» «Новосибирск» запланирован на 2019 год. Еще одна субмарина этого класса «Ульяновск» будет заложена на стапелях оборонного предприятия в этом году. Итак, Международный форум «Арктика. Территория диалога» завершился. Делегации из 31 страны мира покинули Архангельск. Всего в арктическом саммите, по данным Росконгресса, участие приняло 3040 человек. Это говорит об одном. К событию мировая общественность проявила большой интерес. Подтвердил это и губернатор Архангельской области Игорь Орлов, который сегодня подвел некоторые итоги форума. Я вчера обсуждал итоги форума с президентом. Есть там целый план действий, которые должны быть сформулированы и предложены к реализации. Тогда, когда мы саккумулируем все, что было проговорено, все, что было выработано, наработано на огромное количество площадок. То, что президент относится внимательно к Архтике, по-моему, теперь всем это очевидно. И уровень вовлеченности в тему. И то, что он за эти два дня был просто постоянно на арктической территории, в Архангельской области, на ЗФИ, потом в Архангельской области, непосредственно в столице русского СССР. Глава региона также отметил, что Архангельск, по сути, становится центром принятия стратегических решений по Арктике. Для города это импульс преобразований, дорожное строительство, возведение конгресс-центра, гостиниц и объектов инфраструктуры мирового уровня. Для Архангельской области это инвестиции. Только на форуме заключено несколько соглашений с крупными российскими компаниями. В Поморье придут многомиллиардные средства. На форуме, похоже, уже окончательно решилась и судьба проекта «Белкомор». Президент сказал о том, что с китайскими товарищами готовится проект по строительству железнодорожной магистрали и глубоководного порта. Это речь шла о Белкоморе. Все идет в хорошем, очень рабочем режиме. Мы должны сформулировать все те задания, которые должны будут вынесены на концессионный конкурс. До президента эта тема доведена в том виде, как это нужно сегодня для всех участников этого проекта. И с Китая, и с российской стороны. Игорь Орлов уже сегодня обсудил с коллегами пакет предложений по итогам форума, чтобы направить их в правительство страны и администрацию президента. Сделать это, как отметил глава региона, необходимо в течение двух недель. Необычная лекция прошла для участников молодежного арктического форума. Ее провела министр образования и науки России Ольга Васильева. После чего глава Минобра страны побывала в Архангельском морском кадетском корпусе. Морской корпус был создан в 2010 году. Спустя пять лет он получил статус ресурсного центра по развитию кадетского образования нашего региона. Его методики работы с детьми уже используют другие школы. Учебная программа тоже особая. Среди уроков строевая и огневая подготовка, много практических занятий. Выпускники кадеты продолжают свое образование в 16 высших военных учебных заведениях страны. Меня поразила сама атмосфера, которая здесь царит. Я думаю, что это заслуга, прежде всего, педагогического коллектива. Я думаю, что педагоги и руководство кадетского корпуса предлагают все усилия для всесторонней подготовки курсантов. И, конечно, одним из, на мой взгляд, важнейших компонентов является именно воспитательный процесс, воспитательная работа. Тот факт, какой процент поступает в лучшие военные училища страны, говорит о том, что качество подготовки будущих офицеров здесь очень хорошее. С завтрашнего дня на 1,5% будут проиндексированы социальные пенсии. Повышение коснется более чем 25 тысяч северян. Особая категория получателей – это дети-инвалиды и инвалиды с детства первой группы. Также с 1 апреля размеры страховых пенсий неработающих пенсионеров пересчитают в сторону увеличения. В результате всех индексаций средний размер страховой пенсии по старости в Архангельской области составит 16 744 рубля. Архангельский железнодорожный вокзал ждут масштабные перемены. На полях Арктического форума между правительством региона и представителями РЖД было подписано соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает полную модернизацию станции Архангельс-Город. Реконструкцию вокзала планируется провести в два этапа. На первой стадии изменится прилегающая к нему территория, появятся новые стояночные и парковочные места. Будет пересмотрена схема движения общественного транспорта. Во вторую очередь проведут модернизацию объектов самого железнодорожного комплекса. Вокзал станет соответствовать нормативам по транспортной безопасности и будет доступнее для людей с ограниченными возможностями. Завершить реализацию проекта планируется к концу 2019 года. Мы на условиях софинансирования договорились о том, что в ближайшие полтора-два года будет сделано обследование вокзала, будут проведены проектно-изыскательские работы, разработаны ТЗ и выполнено проектирование. С точки зрения того, что сам вокзальный комплекс, я надеюсь, преобразится. Налоговая инспекция и суббота теперь рабочий день. Так будет до окончания декларационной кампании, то есть до 2 мая включительно. Это сделано, чтобы не создавать больших очередей, и учитывая то, что суббота у большинства архангелогородцев выходной день. В апреле налоговая инспекция работает с понедельника по пятницу с 9 до 20 часов, в субботу с 10 до 15 часов. Завтрашний день, 1 апреля, уже будет рабочим, и это не шутка. Ярким завершением культурной программы Международного арктического форума стал концерт Народного ненецкого ансамбля песни и танца «Хайяр». Это один из ведущих творческих национальных коллективов среди малых коренных народов Крайнего Севера. Потому неудивительно, что выступление артистов прошло при полном аншлаге. В зале Архангельского городского культурного центра не было свободных мест. Исполненные ненцами песни и танцы – это сюжетные зарисовки, воспевающие гармоничное сосуществование суровой природы и человека. В них жители представлены тружениками и творцами. Концертная программа прошла как на одном дыхании. По ее завершении зрители аплодировали артистам стоя. Итоги дня подведем в информационной программе «Автограф дня» в 19 часов 20 минут. на канале ТВ-Центр. До встречи.